Музыка 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 СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Многие часы Бах проводил в нотной библиотеке, изучая сочинения лучших композиторов того времени. В особенности Иоганна Себастьяна привлекали разнообразные скрипичные концерты Антонио Вивальди, удивительным мелодическим даром которого Иоганн Себастьян не переставал восхищаться. Яркое, образное восприятие мира было таким естественным для темпераментного и увлекающегося итальянца. Именно оно вызвало в жизни программные концерты композитора, среди которых одним из самых популярных является цикл концертов «Времена года». Каждый из четырех концертов цикла написан в трех частях, первый из которых по своему характеру очень динамичный. Энергия их развития заложена в главной теме, которая, повторяясь не один раз, как бы возвращаясь по кругу, словно подстегивает общее движение и утверждает основной образ произведения. Антонио Вивальди. Концерт «Фа минор. Зима» из цикла «Времена года». Первая часть. Концерт «Фа минор. Зима» Концерт «Фа минор. Зима» из цикла «Времена года». Концерт «Фа минор. Зима» из цикла «Времена года». Концерт «Фа минор. Зима» из цикла «Фа минор. Зима» из цикла «Времена года». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Как известно, большое видится на расстоянии. Лицом к лицу, лицам не увидать. Поистине, эти слова могут быть отнесены гением, которые, опережая свое время при жизни, часто остаются непонятными и непризнанными, а после смерти предаются забвению. Иногда надолго. Судьбы Баха и Вивальди являются тому подтверждением. Удивительно схожи последние годы их жизни, прошедшие в материальных лишениях и бедности. Биография же аргентинского композитора Астера Пьяцолы, одного из наиболее талантливых и оригинальных композиторов XX века, предстает редким исключением из большого списка трагических судьб гениальных представителей искусства. Астер Пьяцола прожил яркую творческую жизнь, в течение которой завоевал всеобщее признание и был удостоен ряда очень престижных наград, среди которых одной из лучших является премия Грэмми, полученная композитором в 1993 году за известное всему миру произведение «Облинио». Помимо композиторской деятельности, астер Пьяцола также известен как мастер игры на бандонионе и аккордеоне. Мечтая превратить аккордеон из оркестрового инструмента, используемого в качестве музыкального сопровождения танцев, в инструмент для исполнения классической музыки, Пьяцола создает для аккордеона произведение в классическом духе. Так в списке сочинений композитора появляется знаменитая Ава Мария. Астер Пьяцола, Ава Мария. АВТОМОЛЬНЫЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 среди которых выделяется имя французского композитора и аккордеониста Ришара Дальяно. Сам Дальяно называет Астара Пьяцова своим крестным отцом в мире музыки и в знак огромного уважения и признательности к учителю практически в каждом своем концерте исполняет аргентинские танго в стиле Пьяцова. Ришар Дальяно. Танго для Клаудии. Исполняют Артем Решетов и Ирина Золотарева. Аплодисменты. 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТ КОНЕЦ Концерт для банденеона с оркестром Агон Капла. Переложение ансамбля «Академия» для инструментального квинтета. Исполняет ансамбль «Академия» преподаватели Луганской государственной академии культуры и искусств в составе. Артем Решетов – аккордеон, Алексей Тюба – бас-гитара, Елена Панченко – фортепиано, Марина Решетова – домра, Александр Щеров – ударный. Исполняет ансамбль «Академия» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 , , , , , ,